Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект об ужесточении закона об агитации в сети в преддверии выборов нового созыва парламента в 2021 году. За данную инициативу проголосовали 302 депутата. Против высказались 100 народных избранников. Законопроектам предлагается наделить избирательные комиссии правом обращаться в Роскомнадзор с требованием удалить из сети агитационные материалы, изготовленные с нарушением закона о выборах и референдумах. Кроме того, законопроект определяет механизм реагирования Роскомнадзора на сообщения о нарушениях, поступающие от избиркомов. Механизм заключается в том, что РКН может потребовать от оператора связи ограничить доступ к ресурсу без решения суда. Если оператор связи в течение суток не ограничил доступ к данному ресурсу, то он должен быть заблокирован. А в случае, если СМИ, в том числе и сетевые, нарушат закон, то избирком может обратиться в правоохранительные органы, суд и РКН и привлечь их к ответственности. В документе отмечается, что ограничение к ресурсам, где есть незаконная агитация, вводится не ранее дня официального опубликования решения о назначении соответствующих выборов и оканчивается по истечении пяти дней со дня определения результатов соответствующих выборов. Особенности изготовления и распространения агитации будет устанавливать ЦИК, а сам законопроект вступит в законную силу со дня его опубликования. Добавим, что следом Госдума приняла поправку к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым вводятся штрафы за незаконную агитацию. Для граждан штраф будет составлять от пяти до двадцати тысяч рублей, для должностных лиц от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц от ста до пятисот тысяч рублей. Накануне депутаты Госдумы внесли в Нижнюю палату парламента законопроект о внесудебной блокировке в интернете информации, которая порочит честь и достоинство лица и связана с обвинением в совершении преступления. Документ опубликован на сайте Нижней палаты парламента. Его инициаторами являются единороссы Сергей Боярский, Игорь Станкевич и Андрей Ольшевских, а также председатель комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от «Справедливой России» Валерий Газаев. Изменения они предлагают внести в закон об информации. Законопроект предполагает, что любой гражданин сможет пожаловаться в региональную прокуратуру на недостоверную информацию, которая порочит его честь и достоинство. И надзорное ведомство, проведя проверку этого заявления, сможет направить сначала в Генпрокуратуру, а затем в Роскомнадзор требование удалить или заблокировать порочащий контент. Необходимость подобной меры депутаты объяснили тем, что существующие нормы не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения информации, порочащий их честь и достоинство, или подрывающий репутацию. Фактически, таким образом депутаты предлагают ввести в Россию новый вид внесудебной юридической расправы, где все будет решать прокурор. Редактор субтитров А.Семкин